Приветствую активистов! Команда Активатики подготовила для вас видео семинары, с помощью которых вы легко и непринужденно будете теперь делать видео и текстовые материалы, потому что активизм должен быть эффективным и профессиональным. Здравствуйте, меня зовут Настя, я работаю редактором сайта Активатика. Но поскольку я параллельно всегда занималась активизмом и была волонтеркой в нашем Гринписе, и меня всегда экологическая тематика волновала, заботила больше всего, то я решила в один прекрасный момент изменить свою судьбу и согласиться на должность редактора замечательного сайта, который пишет «Кура гражданский активизм». Почти каждый активист сегодня, он сам себе и блогер. И это очень хорошо, потому что мы на Активатике взаимодействуем, как правило, с авторами, которые занимаются непосредственно активизмом и которые занимаются блогерством, потому что это очень удобно, таким образом мы не зависим от Яндекса и Гугла на самом деле, мы вообще не выходим на Яндекс, мы работаем только через социальные сети. И наша площадка, она изначально создавалась под то, чтобы активисты туда писали сами, чтобы это был как ЖЖ, но только про гражданский активизм, такая платформа. Потом у нас немного изменилась концепция, потому что стало много текстов некачественных, и мы наняли журналистов, которые пишут на важные темы, потому что есть темы, которые действительно нельзя осветить, и жалко, что она пропадает, и нам, активист бывает, напишет о том, что это происходит. А подать это нужно так, чтобы об этом люди прочитали, и чтобы это необходимый эффект имело потом. Разумеется, если человек нам пишет вот таким образом, пикет в Саратове, посвященный 29 Конституции и проходившим 10 сентября выбором, точка, казалось бы, ничего в общем страшного, но почему-то таких сообщений бывает очень много. И приходится элементарно рассказывать даже нашим авторам о том, что если вы пишете заголовок, то точку не ставьте в конце, а вот в большую букву вначале желательно ставьте. И, конечно, потом очень хочется сразу начать говорить, когда что состоялось. И вот люди так и начинают излагать свои мысли, что 29 сентября 2017 года в таком-то городе произошло то-то и то-то. Разумеется, когда читатель видит это на сайте или в превью на Фейсбуке, он даже не пройдет и не кликнет на это прекрасное мероприятие, каким бы оно действительно важным, значимым ни было. Кто ведет свои блоги из вас? Блоги в Фейсбуке? Да, 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 конечно, да. Это самые такие ходовые платформы. Целое сообщество у вас есть, да. И там у вас существуют еще группы, с которыми вы взаимодействуете, правильно? Да. То есть не одну группу ведете, но еще и вас включают в соведущие в других группах. Это вот сетевой такой способ распространения информации. Мне кажется, что он сегодня очень востребован. И главное, что когда одна из групп где-то почему-то закрывается, то существуют еще другие, и можно продолжать через это действовать. Поэтому мы и рассчитываем на сотрудничество с активистами. Кто-нибудь когда-нибудь видел площадку Активатика в действии, когда-нибудь заходили на этот сайт? Да. Здесь у нас на сайте в правом верхнем углу есть такая дверца. Если на нее нажать, то он должен предложить вам вход, либо регистрацию. Когда он вам предложит регистрацию, здесь нужно будет ввести любой ваш мейл и повторить дважды пароль, который вы заведете специально для этого сайта. Потом он попросит в почте тоже подтвердить регистрацию. Там есть форма. Пишите так, как вам бы хотелось, чтобы вас называли. У нас есть авторы, которые работают под псевдонимом. Они завели себе в наш блог псевдоним. Дальше мейл. Дальше пароль. Повторный пароль. И пройти, ввести вот что там у вас будет сказано. И нажать на поле регистрации. Тогда он вас зарегистрирует, и вы сможете выкладывать посты. Сама структура сайта при этом, она очень простая. Внутренняя структура я вам тоже покажу, чтобы ее никто не боялся. Есть там бонус такой, как карта. И мы можем привязывать географические данные того места, о котором мы пишем. Черное травное окно с предложением добавить пост. Если мы на него нажмем, то мы увидим вот такой интерфейс админки. Здесь сразу у вас будет заведено ваше имя. Не забывайте, нужно будет вводить в это поле название вашего поста. Собственно, вот сюда пост. Фотографии прикрепляются через вот эту опцию в меню. Можно свои посты связывать дальше друг с другом. Вот здесь, в этом поле, вводить те посты, которые на эту тему уже написаны. Если вы начнете заводить здесь название, то он предложит вам... Савушкин, хорошо. Можно связывать с этими постами, просто вот так выбирая. Но здесь у меня Санкт-Петербург, Россия, все хорошо. Координаты. В общем, можно и до определенной точки добиться точности. И если нужно, а это нужно, сделать заглавную картинку... Кстати, чем больше хороших фотографий в тексте, тем лучше, но не переборщить. До 10 приблизительно где-то выкладывать лучше. И самую-самую, которую вы считаете показательной, которая будет хорошо смотреться в социальных сетях, нужно прикреплять через вот эту опцию. Выбрать файл. Он предложит вам зайти в ваше изображение на компьютере. Ну, вы выберите фотографию, он ее прикрепит, вы сохраните, добавив пост. Что еще мы сделаем как редактора, если пост нам понравится? Мы его опубликуем во всех наших группах в социальных сетях. Активатика есть в Фейсбуке. Кстати, если вы еще на нас не подписались, то я очень прошу вас это сделать. Мы работаем и как источник информации вообще-то для активистов, но и как распространитель информации от активистов. Поэтому я думаю, что пожалуйста. Мы есть в ВКонтакте. При этом группа ВКонтакте у нас очень маленькая. Приблизительно у нас 700 подписчиков пока. Дело в том, что ВКонтакте с Фейсбуком проще, как говорится. Мы официально направили им все запросы. Они зарегистрировали нашу страницу, поставили ее на продвижение. И мы с ними сотрудничаем официально. Когда мы попросили то же самое сделать ВКонтакте, они сказали, что ваша группа политическая. Мы не будем заниматься ни рекламой, ни продвижением, ни каким-либо способствованием ее развития. Мы присутствуем в Телеграме. Через наш сайт Активатика. Если мы заходим на пост какой-нибудь хороший и пройдем вниз, то скорее всего редактора вставили вручную там ссылку. Подпишитесь на наш канал в Телеграме. Пока мы это делаем так, потому что наш айтишник работает на нас время от времени. И он еще кнопочку на сайт не привинтит, чтобы это было проще. Поэтому мы через каждый пост просим наших подписчиков присоединиться к нам, к каналу Телеграм. В канал Телеграм мы отправляем тоже далеко не все наши новости, а только те, которые считаем самыми-самыми лучшими. Вы можете все попроситься ко мне в друзья во всех социальных сетях. Не можете, а я очень сильно вас прошу об этом сделать. Прошу это сделать, потому что когда мне пишут релизы на почту, я проверяю почту приблизительно три раза в день, а в социальных сетях я присутствую почти постоянно и могу оперативно откликаться. С Петербургом вообще у нас очень большая проблема, потому что, во-первых, Петербург плохо представлен в Фейсбуке группами. Отдельные активисты там существуют, все нормально, а вот наших питерских групп, отдельно градозащитных или экологических, днем с огнем. Ну, я могу это не комментировать. Давайте. Я забыла, у меня время с рабочими от Санкт-Петербурга. У меня за год в 48 ищет, и я не понимаю, каким образом там вообще что-либо делать. То есть я пишу пост, я его лайкаю, я его рекочу в общую группу на с рабочими, я посылаю друзьям, полайкайте, типа, чтобы он куда-то вынесся. Ему никто все равно не видит в своей пленке. Протестный думающий электорат, он, как правило, в Фейсбуке. А чтобы затащить там бабушку со двора, ну, это вообще, наверное, не... Да, конечно. Если у нас происходит какое-то мероприятие, да, чтобы мероприятие прошло успешно, как известно, необходимо подготовить пресс-релиз, публиковать его. После того, как мероприятие пройдет, надо нафотографировать, проводить различные фотографии. Желательно, конечно, что-нибудь записать на видео, писать пост-релиз. Отправить. Скажите, пожалуйста, каким образом в этом может нам помочь активация? Кому можно обращаться, чтобы как можно быстрее информация о том, что такое событие должно состояться? Либо оно должно состояться. Я понимаю. В общем, я об этом хотела говорить. О том, что когда мы работаем с текстами, у нас тексты бывают трех видов, как правило. Это анонс, чтобы люди пришли к нам на мероприятие. Это, собственно, сообщение о событии. Это либо репортаж, либо что-то, что-то. И еще у нас бывают тексты, в которых заложена проблема. И активатика, она работает под два вида в основном текстов. Под тексты информационные, сообщающие о каком-либо событии. Вот у нас, видите, посты, акции, проблемы. Проблемы, акции, посты. В постах у нас, как правило, вот то, что блогеры написали, те тексты, которые можно считать как журналистские и распространять. Акции — это как раз об анонсах. Если у вас есть анонс мероприятия, вы можете его там же под своим ником, когда вы зарегистрируетесь, размещать. Создать не пост, допустим, а если вы войдете в акцию, то он вам предложит создать акцию. И вот там вы можете написать анонс о том, что это будет за акция, когда она будет проходить. Желательно сделать это приблизительно за 4 дня до ее проведения. Но это оптимальный такой вариант, чтобы и мы успели отреагировать, посмотреть, интересует это нас или нет, выпустить, не выпустить. Связаться с вами, понять, оценить, насколько важно, чтобы туда пришли люди и насколько важно, чтобы туда пришел корреспондент. А как это было так, чтобы пришли за 4 дня выход на информацию, а как это было так, чтобы не активатика, а другие журналисты обыкновены не довольны? Другим журналистам в рассылку пишите... То есть активатики пишите за 4 дня, понятно. Да, и на почту активатики тоже можете мне присылать в любых соцсетях. Мы ставим это в график, и мы не забываем о тех мероприятиях, которые мы выбрали. Другое дело, что у нас жесткий отбор по тому, сколько эта новость потом соберет читатель, конечно. То есть размещать анонс об акции вы можете всегда, независимо от нас, и потом шерить его самостоятельно. То есть если вы разместили, вы берете ссылку прямо с активатики и кидаете у себя везде, где хотите, по группам раскидываете. Вы же извините, пожалуйста, конечно, мы получаем, что мы хотим, как бы, сквозить декламирую и активацию, а не собственную группу. Таким образом вы получаете целевую аудиторию, которая заинтересована в продвижении гражданского активизма и отслеживает именно активистские вот такие вот вещи. Мы хотим создать сообщество гражданских активистов. То есть это вещи, которые работают параллельно. И аудитория активатики, у нас один пост может набирать несколько тысяч просмотров. Ну, то есть не несколько, а 10 тысяч просмотров, если он посвящен актуальной проблеме и правильно написан. Поэтому, если вы хотите рассказать о какой-то проблеме и либо приглашаете корреспондента, либо пишете сами, и мы публикуем этот пост, мы потом его продвигаем, мы за это платим Фейсбуку за то, чтобы продвинуть это все. И люди видят многие эту проблему. Это не просто группа ВКонтакте, где 300 человек сидит, и все и так знают, что у них там в Лембалово идет застройка озер. А мы выходим на федеральный уровень. А как правильно написать статью текста? Хороший вопрос. Как правильно писать статью текста? Я столкнулась с тем, что активисты статьей называют все. Все-таки мы должны различать жанры. Анонс — это информация, это репортаж или статья, посвященная проблеме какой-либо. Если у нас в основе лежит проблема, например, ну, карты переполненные полигона Сосновый Бор, допустим. — Красный Бор. — А, извини, Красный Бор. И нам необходимо об этом рассказать. То мы можем ждать информационный повод, а можем не ждать его. Но лучше, конечно, под какой-нибудь повод это подвести все. И нам, помимо того, что нужно сообщить о том, что эта проблема существует, нужны эксперты, которые бы высказались. Эксперты, причем, с нескольких сторон. Это активисты гражданские, это власти, которые ответственны за состояние этого полигона. Это независимые эксперты-экологи, ну и желательно представители бизнеса, если они там каким-то образом заинтересованы в этом все. Но проблемы бывают разные, где, как правило, четыре стороны. Бизнес, власть, люди, которые заинтересованы в том, чтобы у них там не было застройки, свалки или чего-то еще, и независимые эксперты, которые могут со стороны дать свой комментарий. Если в тексте сошлись вот четыре комментария с четырех сторон, все, статья готова. И мы однозначно, как правило, беремся за публикацией таких материалов. Если нет такой возможности, то самые лучшие ходовые материалы – это репортажи. Это когда вы выехали на место, сфотографировали, что там происходит, или сделали видео, или то и другое, и описали. Вот тут можно даже с одной стороны, можно не привлекая экспертов, когда все очевидно, и вы показываете проблему наглядно, через лужи мазута какие-нибудь и прочее, то вот это тоже очень хорошие материалы, которые распространяются очень легко. Как взаимодействовать на распространение бизнеса? Потому что, если не скажешь, я поделиваю, ну, я такой-то активист, мне хотелось бы ваш комментарий, так они скажут, ну, собственно... А вот журналист, например, позвонил и скажет, какая адреса или какой-то канал, там уже другое тоже. Да, конечно, они не имеют права отказывать журналистов в получении информации, потому что закон их обязан. Есть какие-нибудь крыльдерщики, которые вы слышали? Вы знаете, когда я звонила, я, ну, при том, что у меня есть статус журналиста, я говорила изначально как гражданин и просила... У меня была ситуация, когда коттеджный поселок где-то тоже в Токсово у нас там строился, какой-то фирмой, и я им позвонила просто узнать, распродают ли они там эти коттеджи. И да, они мне подтвердили, и, в общем, я эту информацию использовала, хотя я им как журналист не представлялась. То есть космонавтик, где-то салат, да, вы можете не просить их прокомментировать ситуацию, вы можете работать как расследователь, а расследователь, он действует как частное лицо, да, допустим, если у кого-то там есть объявление в интернете о продаже земельных участков, мы звоним и спрашиваем, а сколько стоит, интересуемся как клиент потенциальный, потом мы можем использовать в нашем блоге и эту информацию расследоваться. Как разведчики. Да, да. Тут мы укладываемся в рамки этики, потому что мы об общественно важных делах пишем, и на самом деле мы никого не обманываем. Если есть какие-то вопросы, то я готова лучше отвечать на вопросы, чем без запроса работать, потому что вдруг я буду говорить то, о чем вы сами уже знаете. У меня есть предложение не в вопросе, а может быть в обратной связи. Одно, некое положение вещей уже Модест обозначил, да, и дал характеристику, что получается, что мы, значит, к своей естественной повседневной жизни бытовой оказались в ситуации, где нам пришлось стать гражданскими активистами, стать на защиту общественных интересов, понимая, что если мы не будем это придавать широкой огласке, хотя бы при помощи тех каналов коммуникации, которые нам доступны, социальные сети и пресс-релизы, которые мы тоже потихонечку научились писать, не будем это поддерживать, то шансы на успех будут значительно ниже. Теперь мы тут еще стать должны журналисты, или нет? Нет. Ну, получается, что надо взять интервью и так далее. Я сижу думал, блин, где бы мне найти партнера, который бы наоборот часть этой работы сделает. Мы постоянно в дефиците этого находимся, чтобы материал был подан так, и собранная информация так, как это делают профессиональные средства массовой информации. Это, в общем, вторая часть, в которой мы можем и обязаны помочь. У нас по Петербургу работает три корреспондента. И несмотря на то, что они каждый день, в общем, заняты, то возможность попасть к ним в качестве клиентов на то, чтобы они описали вашу проблему, она есть и она очень реальная. То есть нам не хватает от вас информации. Мы не видим, где вы приглашаете нас. Активатика — это еще и портал, который работает для журналистов. Нас очень многие сейчас стали цитировать и использовать как источник информации, средство массовой информации, потому что мы-то не СМИ на самом деле. Я хотел другого показать. Вы начали с того, что вы не работаете с Яндексом и с Гуглом. Вот публикации, которые выходят в других СМИ, они индексируются. То есть они считаются, и эту статистику можно использовать, показать и так далее. Здесь получается, что в поисковике эту информацию... Почему можно? Заведите в Гугл Активатика, Активатика вы найдете. Нет, нет, я сейчас вам бью сквер Носавушкин-112, а я тут 500 публикаций о сквере, на Активатике их там есть 0,5,3,4 точно, и ни одна не будет отображена среди них. Смотрите, это ваше дело выбирать региональную прессу, и чтобы про вас писала Фонтанка, либо Карповка, да, как он? Либо Активатика. Мы работаем на журналистов. Они у нас берут информацию, и мы работаем на свою аудиторию. Она у нас уже сформирована и продолжает формироваться. Мы как УВД-информ, понимаете? То есть вроде бы и СМИ, но не про все подряд. Еще одно жизненное наблюдение. Человек, который стал после этого, стал активистом. На примере кейса Сарушкина Студина, скажу вам, все, что выходит за радиус сквера 500 метров, людей практически не интересует. То есть для меня тратить ресурсы, какие-то любые временные, на Активатики и разгонять это на другой уровень, не будет. Так в том-то и дело, что вы не будете тратить свой ресурс. Если вы... Нет, как если я должен зайти и опубликовать. Я должен зарегистрироваться. Я должен... Это как один из вариантов. Если вы не хотите этого делать, если это не ваше... Например, москвичи этой возможностью, они очень сильно пользуются. Потому что их посты собирают... Один пост может собрать больше, чем какое-либо там СМИ районное за один день. Когда вы создаете текст, вы должны понимать, для чего вы его создаете. Вот проблема блогеров номер один это зачем я делаю этот текст. Я информирую жителей, которые кровно заинтересованы в решении этой проблемы через социальные сети путем еще рассылки дополнительной через электронную пушку. Зачем вам тогда выход на Яндекс и Гугл? Это другой вопрос. Это другая задача. Такие положительные успехи, они могут являться примером и являются примером для других людей, которые в аналогичной ситуации оказались. Вот. Для этого существует активатика, потому что это платформа для гражданских активистов. Когда мы пишем, что а вот в маленьком там скверике в Петербурге удалось одержать победу. Нас читает 5000 человек, но это наша аудитория, которая читает то, что ей нужно, а не просто какой-то Гугл Яндекс, где случайные люди, которым эта информация, в общем-то, и не нужна. Если это будет очень показательный пример, то его возьмут средства массовой информации, и другие люди увидят, как гражданское общество работает в принципе, и начнут у себя создавать какие-либо ячейки. Тут нет ничего лишнего. Я хочу сказать на нашем примере с точки зрения какого-то конкретного локального вопроса, мне кажется, есть два серьезных блока. Один блок — это найти конкретно местных жителей, которые, как вы говорите, кровно заинтересованы. И это непросто расшевелить людей. И второй блок, о чем идет речь, это найти людей, которым в принципе не все равно. не все равно на свои права, на природу. А вот у нас, например, получилось отчасти именно так, потому что я в какой-то момент поняла, что люди, которые там рядом живут, даже до них не настучаются. Непосредственно люди, к которым закроют выход на берег. И я начала писать просто людям, которых я видела в группах активистов. И даже навстречу к нам приезжали люди, например, которые занимаются Пулковской обсерваторией. То есть как один из углов решения проблемы, там, например, для местных жителей это свои пути, это листовки, это сарафанное радио. Но блок просто привлечения внимания вот этих думающих людей, которые мне все равно, это тоже важно. Ну и я так понимаю, что отчасти эту проблему решает важную. Когда, допустим, Ярослав Костров, я не знаю, знаете, кто это человек или нет, борется с точечной застройкой внутри Петербурга. Для Москвы это огромная проблема. И мы, выпуская материал про Ярослава Кострова, про его какую-нибудь там небольшую победу, у него там сегодня суть, да и бог, чтобы, по-моему, там все хорошо было, мы этот материал постим в группы московские, которые пишут тоже про точечную застройку. Мы ищем специально, когда распространяем материал, группы тематические, подходящие под ту проблему, о которой мы написали. Даже если это проблема локальная, маленькая, просто как пример поделиться тем, а посмотрите, что делают в Петербурге. Я, например, собирал информацию для того, чтобы начать бороться по скверу по социальным сетям. Для нас являлся примером какой-то промежуточный успех гражданина Пушкина, например, когда они там с этим городом-спутником южные делали какие-то шаги. Вот мы общались просто там, по телефону или через социальные сети. Они делились своим опытом, потому что они шагнули уже далеко вперед. А дальше мы уже, собирая опыт их, других, создавали собственный пример. Но всех он будет собственный. Потому что ситуации во многом индивидуальны. И сказать о том, что вот взять модель, даже далеко ходить не надо. Скверна Савушкина и Парк Трехсотлетия, они рядом, они примыкают друг к другу. Разные ситуации. Ну и что, активатика пишет и про то, и про другое. И читают активисты. Я говорю о том, что кроме воодушевления, но это немаловажно, допустим, где-то кто-то победил, предмет нам взять, а что ребята надо сделать, поступать от точки А в точку Б, если она не пошла, то что нужно изменить? Таких примеров и решений нет все равно. Нам-то не хватает деталей процесса нормативных актов, юристов, общественных организаций, журналистов, которые могут так подать материал, качественно написать, чтобы он ударил молнией громом. Простите, вопрос, а почему вам не хватает этих журналистов? Их нам не утерпло. Давайте в целом картину опишем. Мы же в реальности живем, в принципе, журналистика исчезает. То есть, ну, остаются люди, описывающие эту реальность так, как велиц сегодня ситуация. Ну, мягко. Назвать вещи своими именами? СМИ подвержены конъюнктуре, и они... СМИ подвержены серьезной, серьезной, да. Да. Ну, поэтому вот у активатики у нее цензуры нет. У вас есть какой-то раздел, например, который собирает мощные группы по тематикам? Вот, например, нам в нашем вопросе просто повезло, что существует такое движение против захвата озера. Без них ничего у нас не получилось абсолютно. И лидер этого движения вела пошагово, особенно в первый момент, все, что нам нужно делать. То есть, если бы по каждой тематике, например, обманутый дождь, если захват, да, сквер, не знаю, захват то озеро, если бы у вас был на сайте какой-то раздел, который бы как бы давал контакты вот этих движений, какие-то опыта успешные конкретных людей, может быть, вот это? Это моя лучшая идея. Понимаете, здесь еще такой момент, если движение будет в захвата озера, она уже профессионально занимается, примерно можно переобращаться в обычное движение психическое, и можно поактивизоваться к тому же людьми, которые в свободное время подставят себе все это делать, в дальнейшей работе, согласен с ним, и так далее. Там то же самое, это обычные вопросы, которые просто занимаются. Если вы давали вопросы, контакты людей и какие-то голосовые движения с этим, а вы так же используете. Я думаю, что может быть не все. Дело в том, что активистская среда, она даже более активная в этом плане, чем я. Я тоже работаю так же, я обращаюсь через группу ВКонтакте к людям, которые ведут эту группу и беру у них их контакты, и они же нам и помогают, они же выступают нашими экспертами, они же нам комментируют это все. Может быть, стоит создать такой раздел, где можно зайти, например, и найти тематику, сохранить сквер. Дело в том, что у нас это работает немножко по-другому. Когда мы проходим на определенный материал, к нему авторы подбирают материалы по той же тематике, которая уже писалась. И там вот... Но это все статьи отдельные, а вот то, о чем сейчас говорилось, то, что когда ты вначале ходи, ты вначале конкурсируешься в действии. Вот просто ты растерян. Вот ты стоишь... Я просто на своем примере. Ты стоишь на своем озере и видишь будку о том, что здесь будет коттеджный подселок. Я вот, да, вбиваешь захват озера. Просто нам повезло в нашем вопросе уже есть мощное движение. И у них сделано так, что их можно найти в моментальных Google. Это первая ссылка. OpenBerry. Ну, собственно, если не хватает именно этого... Ведь наверняка уже есть какой-то опыт, где люди отвоевали скверы. Если это собрать все в одном месте по тематике, нужно сделать такие анонсы. Да, потому что на самом деле как правило у таких движений есть какое-то законное развитие, скажем так, более-менее успешное. Или как-то не один год занимается какую-то проблему. Как правило, человек обычно создает, ну, если он немножечко хотя бы поискал, то под контактами, под фейсбук, посмотрев, как инстойно-маличные сообщества, то он в свойственном обществе не зашел. Вот. И, соответственно, он создает свою паблику, который написан вот эту проблему, вот, 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 заходу озера, вот, как-то, я не могу сказать, вот, заходу фотографии, вот, посмотрите, что у нас делают, у нас пробуются инструктанты, значит, вот, у нас используется почти инструктанты, а вот, значит, мы написали, не знаю, письмо-губернатор или в области, или мы написали, там, администрация какого-то, сельского поселения, вот, что нам ответили, здесь ответы, вот, здесь вопросы, что вот, когда это между сообществом с обмятным контентом, вообще, куда начинают набираться люди, вот, и, наверное, в области просто нет, то есть, какую-то часть вот этой работы человек все равно должен взять на себя, и, да, вести этот блок, вести это сообщество, то есть, если мы находили, которые, ну, которые, это у нас нет, не интересуются программы, если, это движение, какой-то, и так далее, то есть, нет, это бирак, нет, да, потому что он есть, как бы, есть, в плане выхода на нужных людей сейчас тоже достаточно можно там, в принципе, есть определенное количество людей в Петербурге, которые ориентируются в общественной жизни Петербурга, они тоже быстро находятся, им задаешь вопрос, и они тебе направляют, допустим, в экологическом сообществе некоторое время этого функции, по-моему, у нас там больше нет, сейчас мы немножко расслабились, потому что мы не успеваем уже во всем освежить, нет ни варианта вообще спросить про Семьера в Ранске, он все расскажет, на мой взгляд, еще есть такое замечательное, нормироваться, как комплекс, ну вот вы просто в теме, я обычный человек, я обычный человек, просто я вам хочу сказать так, что вы набрали захват озер, и вам не для первого дела против захвата озера, если человек найдет там не санкционированную свалку, он первым делом тоже что-то найдет, то есть сейчас в плане попасть нужную общественную организацию, нет такой большой проблемой. У москвичей это раскусимый, чем помогает сайт Активатика, у них как раз взаимодействие с группами в соцсетях шире немножко, чем у нас, во-первых, мы действительно, питерцы на контакте очень сильно завязаны, а у них, у москвичей большие, многотысячные группы, фейсбучные, и там парк Покровская-Стрешнева, что он нам говорит, ничего, а у нас несколько материалов выходит, выходит, и мы продолжаем тему отслеживать, и наши блогеры продолжают об этом писать, и эти материалы собирают очень много просмотров, и ситуация меняется, потому что, ну, чем больше огласка, тем все-таки идет больше давления на власти, и меняют ситуацию именно вот блогеры, а блогеры, они выходят из активистской среды. В фейсбуке есть удобные с точки зрения распостов, что ты можешь сам свой пост расширить в разные сообщества. В контакте надо писать каждому аргенту, но для этого надо набрать базу сообщества, да, распостивать. Если не сидишь в фейсбуке, ты не знаешь, что это сообщество. Да, вы абсолютно правы, и даже у меня, как у редактора, у меня возникает с этим проблема. Есть материал, который вот по градозащите Петербурга никуда не засунуть, все, просто тупик. Я знаю только красивую Петербург, гражданин Кушкин, и реком. Все, я и так знаю, просто они меня в контакте запостят. Ну, опять же, группа по всеми актуальным, местным проблемам, всегда для этого будут быть в подводной настройке. В контакте вводишь в поиск ключевые слова, про что у тебя этот пост, и потом уже обращаешься. Либо есть группы, где можно запостить свою информацию самостоятельно, либо нужно обращаться к модераторам группы и просить их это делать. Бывает такое, что у нас пост выходит через три дня, они пока увидят, что им пришло сообщение с предложением этой публикации, уже вроде бы время ушло, но потом, ну, все равно, хоть десять человек соберется еще просмотров, хоть десять человек, но еще узнают об этой проблеме. Мы создались не очень давно, и о нас мало кто знает, и в активистской среде о нас мало знают, но мы пытаемся, мы работаем, выходим на нормальных экспертов, с нами сотрудничают как эксперты-политологи, которые сами нас же потом пиарят, но я уж не говорю про то, что если мы пишем про Навального, то он очень у нас тоже не прочь ретвитнуть бывает. И сейчас, пока, активатика имеет, ну, так скажем, достаточно узкий круг людей, которые ей пользуются. Немногие понимают, как пользоваться, но я вот хотела это еще объяснить на примере афиши, которая недавно на нас сославшись опубликовала наш пост. Это начало. И нас перепощивают те эксперты, к которым мы обращаемся, допустим, политологи, у которых там более пятитысячная аудитория, которая считает подписчиков. И это расходится. Главное, что оно расходится по той аудитории, которая нам нужна. не просто попадает там в никуда, где людям это неинтересно, а поддерживается. И люди продолжают эту информацию передавать и делиться, делиться, делиться. Мы выезжаем и на маленькие объекты в Токсово, когда их активист запрыгнул там в ковшик с каватором. Это была маленькая новость. Я ее написала там буквально за 15 минут после того, как это все произошло, увидев это у него в ВКонтакте случайно, причем увидев. Он меня сам не писал. Это я увидела. И об этом узнало очень много людей. И сейчас уже говорят, а, это тот парень, который запрыгнул в ковшик. А, это вот этот. Они известны, они стали известны, потому что в активистской среде во всяком случае точно. есть возможность через активацию привлекать к экологическим экспертам? Да, конечно. Потому что мы сотрудничаем с экологическими экспертами. В каком смысле их нужно привлечь? Комментарии. Дайте комментарии, что происходит. Вот существует, допустим, бар. Вот там собираются провести дорогу. Потому что бегают активисты, говорящие, спасайте белочек, спасайте белочек. А на самом-то деле есть транспортники, допустим, которые говорят, нам вот нужна дорога, без дороги, все погибло. А здесь нужно еще действительно экспертное мнение, что вот пройдет дорога. Вот, значит, эксперт говорит, что это к тому-то, к тому-то, к тому-то, к улучшению экологической ситуации. Ну, мы в основном работаем с экспертами Билоны и Гринписа. Вот, вы тоже их все знаете. Новых экспертов, ну, просто экспертное сообщество, оно еще уже, чем активистское сообщество. Это нужно понимать. То есть, я могу только контактами поделиться, но они у вас у всех есть. Поэтому, если у вас нет времени писать про ваши проблемы, но вы хотите, чтобы их осветили, пожалуйста, вот она, я, почта, найдите меня в фейсбуках и в контактах. Да, хорошо, когда нас приглашают на акцию заранее, ну, сейчас это становится, конечно, все больше и больше, и хотелось бы, чтобы активисты сами писали информацию и делали фотографии, потому что бывает, что наш корреспондент пришел, и все, что ему нужно сделать, это пофоткать, а потом выставить. Это вот просто, для этого есть активатика. Если вы хотите сообщить о том, что состоялось, у нас москвичи, этим очень сильно пользуются, ну, точнее, подмосковные активисты, у них там в химках что-то состоялось, они бац-бац быстро сделали в тот же день пост, мы его расширили, ого, смотрим за час 2000 просмотров. Ну, хорошо, это же прекрасно, что у вас где-то состоялся пикет, вы опубликуете, фотки выложите, и мы вывесим это во всех наших сетях, об этом пикете хоть кто-то да узнает. У нас действительно существует какая-то проблема, есть определенный пул журналистов, которых везде зовут, и те, кого никуда не зовут. Мы идем на акцию, там, не помню, антивоенная была недавно акция, да? О ней мы узнали, а рядом проходила, да, прекрасная акция наших феминисток с клоунами. Они, скорее всего, вообще не звали даже журналистов, по понятным причинам не дали привести эту акцию. Они звали подпольное у этого фотографа. Да, у них журналисты, у нас тут и кироскопичные. Те активисты, у которых есть журналистская база, они рассылают по корреспондентам, которые занимаются этой тематикой. Именно этой тематикой? Или просто... Ну, можно расслабить, там можете поделиться, допустим, если у вас какой-то... Конечно, разумеется. Что такое преследица? Это ваш анонс некоего события, либо ваш анонс некой проблемы, которая существует. Соответственно, что важно? Во-первых, важен заголовок. Так как мы показывали, что там освещение, особенно с ошибками, без запятых, делать не надо. Лучше... Вот. Значит, лучше, чтобы заголовок был достаточно русский, чтобы там, ну, не знаю... И не больше шести слов. Активист, который на учетах почему-то правил... например, просто Дрозденко вчера по телефону на видео сказал нам о том, что Дрозденко пообещал отстоять левого скалу. Вот у меня конкретный вопрос. Вот это было вчера, вот я хочу, допустим, сейчас это распространить максимальную информацию. Послушайте, посмотрите, как мне это сделать? Посмотрите, есть следующая вещь, есть новость, которая медленно-пространство уже вышла. Вот слова Дрозденко и Ленкена зашлись уже без вас. Вам не надо, после медикного на своем самом деле. А это эксклюзив или нет? Это уже... Ну как сказать... Я просто сама гуглила и... Да, я нашла там на нескольких каналах Хас 47 News. Но, например, там канал Санкт-Петербург запостил сегодня, потому что я им написала. То есть хочется распространить информацию. Значит, смотрите, по-моему, то есть вообще вот мне кажется корректным... Ну, следующая схема, то есть это некая ваша эксклюзивная новость и вы ее распространите. Да, это вариант первого. То есть, Допустим, ну, вы рубили лес, не рубили лес, вы побегали с губернатором, вы встретились, да? Если губернатор что-то сказал где-то, и оно важно для вашей проблемы, у вас есть паблик, вы публикуете это все в паблике и просите везде распространить. Это первый шаг. Второй шаг. Мне кажется, в таких случаях лучше делать свою новость, которая непосредственно привязана к этому инфопомнику. То есть губернатор что-то говорит про Термлутское озеро, и вы вот тут же говорите, а вот мы делаем одиночный пикет или флешмокуре на Сколлозеро, большое-то тысячу раз было, но если вот вслед за этой новостью выходит ваша новость, то есть некий ваш ответ на эти слова губернатора, то почему вы поддерживаете, что вы, знаете, придумываете, что не скреативно, и вот это анонсируете, вот это с большей вероятностью в прессу пойдет. И с большей вероятностью это пойдет, нежели, допустим, дронский пикетов защитного озера, потому что есть некая новость, она уже пошла в метеопространство, и вот эта следующая новость, на которую, конечно, каждый губернарист кунет, потому что это вот как бы вот... То же продолжение цепочки, конечно. И тут еще очень важный момент, учитывая то, что Наташа, говорите, моей точки зрения, опять же, то, что если вы так вот делаете, вот вы привязываете эту новость к словам губернатора, кого угодно, к этой акции, да, он высказался, да, и это становится более известным всем, это останется в определенной памяти, и вы потом будете постоянно к этому обращаться. Что-то такое возбудилось, а вот, вот что он сказал, он вам, а что же вы делаете, да? И раз он бы обещал, то об этом нужно жметь постоянно, жать очень сильно, потому что этим вы жмете на его репутацию, это очень важно. Да, так вот мой главный вопрос, как мне распространить информацию, то есть, допустим, список каких-то журналистов конкретных, да? Я, смотрите, значит, давайте начнем так, вот по поводу первой части вопроса, все-таки я бы к этому вернулась, то есть, что-то важное, потому что это очень многие делают, да, вот сообщают журналистам, в очередной очередной очередной, они уже знают это, да? Вы должны сообщить, ну, по своей реакции на эту новость. То есть, если вы по пабликам распространяете, достаточно самой новости, да? Если вы хотите журналистам, то вы сообщаете им о том, о том, о чем вы не знаете, о том, вот тут сидит журналист, о чем вы мне написали, да? Губернатору дает, да, я его не так знаю, да? То есть, вот не надо за них делать их кому-то. То есть, а вот если вы придумываете некий свой, ну, новый запомнил, какое-то письмо, какое-то письмо написали в губернатору, собирали подписи там, нарисовали науками на асфальте, да, ну, фу, нет, а что-то, нет. Вы придумываете акцию, кораблики даже в стиле паузы, купаться пошли, если я тарелку не сказал, наверное, мы хотим, чтобы губернатор был открыт, мы бы не знали, знаете? И вот если вы вот это анонсируете, это уже релиз, вот это уже ваше новость, это некое событие, которое вы непосредственно относитесь, да? Еще один вариант, когда это нечто происходящее у вас, ну, скажем так, по связанной с вашей проблемой, то есть вырубка, постройку просекла, там, вышедшее чье-то распоряжение, вот пришла ответ администрации, это мы все знаем, эти участки-то уже давно проданы, это все многоходное, простите, извините, подвините, что все, вот, попросите с вашим всем. Ну, я убеду, конечно, да? Это тоже новость. Когда вы пишете, что вот пришел ответ администрации, такому-то, ну, замазываете адрес, свое имя, допустим, запросного автора, и это новость, и вы можете, вот, в фрелизе, вы, помимо того, что вот вы получили такое письмо, вы, значит, пишете, мы возмущены, группа такая-то, такая-то, значит, считает, что это незаконно, потому-то, потому-то, да? Вот, и это уже новость. Значит, что касается лица, значит, как это делается? Берется, ну, соответственно, вы берете заголовок, то есть, вот, главное, да, пять числов, там, новость, 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 соответственно, она должна быть такой, ну, вот, вообще, вот, есть такой очень нехороший пример, знаете, какой-то симвирусные сайты, там, делали, там, ну, вот, там, совсем, вот, не надо, для этого опускаться, да? Ну, вот, нечто, что заинтересует, из-за того, как начинка церкви. Да, потом, значит, следующее, вот, лучше начинать, вот, все равно лучше с этим не начинать, да? Вот, соответственно, если ты событий-то несколько времени, когда-то, когда-то, ну, вот так, какого-то сентября, поскольку-то, если есть время, соответственно, да? Если вы займете куда-то, обязательно, ну, место, адрес, не знаю, геалокации, то есть, как бы поехать и так далее. Значит, что происходит? У нас происходит пикет, мы узнаем, флешмод. Сейчас происходит, ну, вот такого-то сутра, значит, приехали, приехала техника, началась там, ну, и тут начались дорожные работы в лесу, например. Значит, что еще произошло? Там, приехали активисты на место, значит, приехали там в лесничество, вот приехала на место, это морозовское лесничество, да? Вот это новость уже. Если там будут еще ваши фотографии, это новость. Если вы зовете на события, вы должны написать, вот какое событие будет, первое, значит, ну, когда, когда-то будет. Во-втором, сейчас, значит, почему. Ну, если это не какая-то новость, ну, не нечто происходящее помимо вас, да, вот это не мечта, а что вы не рассказываете просто, потому что это касается вашей проблемы. А если это что-то, ну, правильно организованное, соответственно, почему? То есть, почему вдруг эти люди решили там согласиться в лесу и их подушить? Ну, почему они решили подушить? Потому что, значит, они говорятся за годы, потому что они там живут, или потому что они экологические активисты, они хотят, чтобы на берег безвободные дождя, ну, например. Да? И, значит, потом, значит, вы описываете, значит, ну, это такой вот классический вариант, да, ну, место, время, значит, причина, соответственно, кто организатор, а потом, как правило, ну, в второй части чуть-чуть предыстория, просто для тех, кто подписался, что вы рассказываете вкратце, ну, где-то вам за сексу, в трём, вот, о проблеме человека, который они не знают. Ну, вот, журналист не знает, он сидит у себя в редакции, ну, не знает, что у вас тут происходит. Вы рассказываете, что случилось, почему? Ну, когда началось, когда-то человек пошёл в лес, а, опа, забыл, почему забыл, да, и начали объяснить, ну, ну, не, ну, как бы, не делать это большое блокно, вот, и, так, писать это всеобщем-то, но объяснить, что есть, какая проблема, то есть, обязательно должны быть контакты, обязательно телефон. И обязательно, это должен быть телефон человека, который будет в этом. иначе журналисты очень сильно видят всего, что мы не paisили. Если есть, то фотография, соответственно, если это анонс, то потом фотография с мероприятием, значит, это вот анонс, ну, я просто в одну кучу всё сбила, надеюсь, это можно немножко разобрать по-па-па-па-па-па-па-па радио случаям. Соответственно, если произошло некое ваше событие, вот именно пакет акций в прошлом году, еще что-нибудь любое действие, ну, все, что угодно, есть такая проблема то есть, соответственно, вот прошла у вас акция, журналисты приехали, осветили события, все прекрасно, все довольны, да, и есть журналисты, которые не приехали. Ну, люди, которые приехали, мы тоже и пользуемся. Да, опа, а не хватило, корреспондента у меня отправили, ну, допустим, ехала с вами, ну, куда ехала? Ну, куда ехала? Ну, куда ехала? Ну, куда ехала? Что вы делаете? Вы осуществляете функцию кодекореспондента, да, сами для себя. Ну, находите человека, который, скажем, фотоаппаратом, который щелкает вас, красивые фоточки, начать делать, и какую-то часть фоточек либо выкладывает где-то на официальное хранилище, если оно не закрытое, ну, по соответствии с этим, по-моему, в контакте, сейчас можно выкладывать фотографии и делать на его ссылку, ну, это все уменьшает их, конечно, но вот на фотоаппараты можно выкладывать. Мы обычно делаем так вот, берем 3-4 качественные фотографии и делаем ссылку на какой-то арбом, на самом деле, и просим участников выкладывать, пожалуйста, фотографию с акцию. Могут как выкладывать с акцию? Соответственно, если это функция, то, значит, лучше сообщить, ну, опять же, есть такой существенный момент, наверное, даже в угаре иногда, вот, лучше указывать авторство, потому что иногда, вот, могут возникнуть проблем с акцию с акции. Мне лучше, а всегда рано. Да, всегда. Когда, допустим, это снимала лично я, мне тоже не хочется подписывать за там и там и там, но мы примерим, да, не я, ну, кто-нибудь из наших коллег, да, и я знаю, что они точно не предупредили, не скажем, там вот, авторство право нарушено, давайте мне денег за... Но, ну, вот я к тому, что кто-то лучше вкладывает. Видео, если возможно, конечно, вот, на интерпретии уже не в ходе видеофиксация, то есть, видео вы выкладываете где-нибудь на Ютубе, там, если кто-нибудь есть профессиональный, кто может это там подрезать, привезти в человеческие инвестиции, вообще, где-то у нас у нас нет, вы выкладываете какие-то. Вот, соответственно, что вы представили здесь, что, опять же, что прошло, ну, кто присутствовал, кто выступал, допустим, кто, ну, или сколько человек было, можно написать, что написано на плакатах, но можно, соответственно, доставить просто фотографии. И, соответственно, можно еще раз напомнить основную программу, то есть, что, вот, зачем мы здесь, мы не собрались. Опять, у вас будет телефон, да, либо организатор, либо участников, ну, естественно, поговорить на договорившись, это, ну, фотографии, соответственно. Ну, ссылка на паблик, ну, вот обычно, когда есть какой-то паблик, то что делать, петиция, да, тоже не помешает, а, соответственно, кстати, петиция, это отдельная новость, то есть, можно сделать новостью даже самому, не то, что собирать, типа, присылать чинчок, например, Ну, у нас как раз сейчас будет фаза такая, что так активно уже происходить ничего не будет, но мы это постоянно будем подогревать интересы, поэтому вот это все как раз очень будет интересно, что сколько подписей там, что пришел ответ оттуда, то потому что нам нужно тянуть время сейчас как раз. Пока мы далеко от этого не ушли, я хочу показать, тоже готовила, но потом решила не показывать, но сейчас пока тема будет. Активистка и депутат присылает мне информацию, которую она хочет опубликовать. Меня как журналиста тоже не всякая информация заинтересует. Если информация, вот 26 сентября 2017 года состоялось очередное заседание Совета депутатов города Лобня Московской области, там решались важные вопросы, Ну, простите, я даже почту не раскрою, когда увижу это. Ну, я, поскольку мы знакомы, я ей помогла и сказала, что... Ну, информация в принципе не очень интересная была, но выделить суть информации, что у вас новость, что главное, что произошло. Оказалось, что там в Лобне удалось выделить средства на поддержание экологического состояния обустройства территории озера в микрорайоне Восточном. И это произошло благодаря наказам граждан. Вот если бы она сразу так написала, то было бы и понятно, и... Ну, на самом деле, вот, ну, лично мне вот это как раз очень понятно. Мне, скорее, непонятно, как распространить информацию. Потом вы на сайты СМИ заходите, и у них у всех есть контакты. Это да, то есть вот так, да? Вручную собирают. То есть это вот просто общие мейлы с людьми. Мы можем поделиться какими-то контактами, либо, ну, допустим, бы рассылать сами, ну, в зависимости от того... Вот просто я обычно исправлю на этот эсклис, когда я их высылаю, потому что хочется всё-таки опять человеческий текст, да? Я обычно переписываю. Ну, это какая-то дополнительная работа, такая же, да, как я сказала, будет у меня, ну, ну, вот. В принципе, ну, как делать, да? То есть это делать в последствии, я бы сказала самое главное. Значит, вы заводите ящик на, допустим, майку, к примеру, потому что там удобнее, там есть тропа-стоитая копия. Да, это достаточно большая. Да. Соответственно, берёте адреса всяких праздных СМИ, выставляете туда, по-моему. Единственное, что... А, ну, если вы занимаетесь рассылкой номинально, это объясняет здесь такой технический момент, например, в гимнале. Когда вы вот сразу за ящиком, не дай богу, заслались на тысячи писем, у вас блокируют дня матрии. То есть вот на это вам понадобятся либо друзья, которые это уже делают, и их время заблокировали, либо вы, если сдачной эксцентр никогда не делали... Как-то там уже не рассылка, как-то так называется. Скриптовой? Не-не-не, скриптовой перепонят. А делать группу, 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 группу. Там нужно отправить на больше, чем на 500, а на 500. Ну вот, соответственно, мы обычно... Сколько там можно? 500, по-моему, 500 и 300. Нет, 300, 300, одно письмо 300. Ну, вы 3, 2, 3. Вот, я обычно делала как... То есть вот, ну, завели ящик, попереписывались сами с собой. То есть вот берёте в другой свой ящик, тут попереписывались. То есть попросили друзей, да, подготовили ящик по израилам. Несколько дней до рассылки появилась виза. Вы переписываете с кем-нибудь, чтобы показать, что вы не будете, да? Потом, значит, соответственно, ну вот, допустим, у нас-то ещё адресуртик. Тут у вас только адресуртик? Да, 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 там не только журналист. Ну, там журналисты и часть городских активистов, но, в принципе, да, журналисты. Почему? Лучше брать готовую базу. Да, брать готовую. У нас она смешанная, поэтому мы ей всегда делимся. То есть, не то, что нам жалко, а потому что нам продают эту работу и личные, соответственно, личные мейлы людей, которые, в общем, не журналисты, да, и уже менеджер-журналистов передать. Так сказать, теперь, наверное, можно это сделать, я думаю, вот. А кому мне написать все эти вопросы? Можно мне, например. Ну вот. Соответственно. Давайте, да, давайте, значит, просто расскажу, но, может быть, даже порассылаем сначала, если, допустим, ну, какие-то релизы, которые, ну, вот, то самое, если, может быть, здесь мы базу передадим как-то частично. Или мы рассылаем сами как-то. Да, значит, в общем, во всякий случай, объясняем ли мы, соответственно, вот, каждое письмо в сквете только вставится, соответственно, вот, ну, как, ну, какая-то треста не будет, когда вы же ящик какая-то, и, соответственно, рассылается. Ну, там все срезают заголовок в тени письма, и, соответственно, в те же письма, и, соответственно, фотографии там все, ну, и, допустим, в киносообществе и так далее. Ну, собственно, и все. И уходит. Ну, вот уже с вами лучше рассылать это за... Ну, дня назад, если, допустим, если действительно не будет какой-то адрес какой-то, ну, естественно, если это горячие какие-то события, то прям сразу-сразу и желательно, чтобы это было не было. Ну, подробно, чтобы, прям, ну, вот, желательно-таки какие-то фотографии, если это возможно, не фотографировать, потому что, ну, чтобы, вот, не зналось, что мы придумали сейчас это все. Ну, да, вообще, да, вот это все, да. Ну, вот, и, собственно, ну, собственно, ну, собственно, вся племенность. Единственное, лучше, конечно, чтобы текст был не так, ну, не так, чтобы это можно было как-то использовать. У нас 5 минут, да, осталось, поэтому я вынуждена подытожить. Это был первый вот такой семинар активатики у нас, когда мы вышли за пределы наших компьютеров и встретились с активистами воочию. На самом деле мы очень хотим, чтобы мы выступали как модераторы, а активисты занимались вот тем, что вы сейчас делали, обменивались контактами и личным опытом. Это была наша задумка и задумка этого сайта, на самом деле. Вот, поэтому я считаю, что сегодня и нам было полезно узнать, чего нам нужно на сайте доделать, чтобы нужно больше работать над методической какой-то частью все-таки и работать над платформой, которая позволяла бы активистам взаимодействовать между собой и делиться контактами. Спасибо вам огромное за это, и я надеюсь, что мы будем продолжать общаться оффлайн, и я буду получать от вас какую-то информацию, и наши корреспонденты будут выезжать на ваши события и освещать все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.